всем привет совсем скоро мы начнем наш боксбрейк сейчас я проведу небольшой обзор по коллекции новой только что вышедшей золотая коллекция кхл сезон 2012 2013 открыл уже несколько блоков отличная коллекция надо сказать сейчас подробнее пройдемся а то как будет проходить наш брейк и посмотрим на карты вот они 25 пакетиков чтобы не открывать каждый открываются они достаточно сложно другие пакетики я сначала открою все сразу и потом по карточке будем смотреть все кто мне доверяет могут во время боксбрейка эти две минуты промотать сейчас я немного поговорю с вами симпатичные карточки соблюдается четко пропорция 16 обычных подсерии и 6 автографов или джерси хорошие карточки выпадают сейчас на все посмотрим через какое-то время блоки нумерованные я смотрел голограммы у них отличаются кейс в этом году тоже сделали как вы видите на заднем плане с эмблемой коллекции сверху на кейсе еще и наклейка идет бумажная сообщающая о том что можно из этого кейса достать в общем то пока только позитивные эмоции посмотрим что дальше будет купленных мной кейсов очень хотелось достать карточку чистое золото надеюсь что повезет мне в этом возможно и в брейке такая карточка выпадет очень рад за ее обладателя по четыре карточки идет каждый из подсерий без автографов или джерси и новички вратари и легионеры также три карточки матча звезд джерси одна из которых золотой вариации две серебряной три автографа две карточки игры и еще одна карточка это либо буква либо тренер либо карточка финальной серии это может быть автограф и автограф джерси так вот открыл я блоки сейчас немного так ну и давайте пройдемся по тем карточкам которые мы можем получить это у нас вадим тарасов под серия вратари здесь идет мануфактурный патч пятого сезона дизайн в общем-то очень симпатичный фотографии подобраны тоже хорошо гораздо лучше чем в первом издании коллекции вышедший 2010 году все помнят надеюсь единственный вопрос у меня то что не совсем по моему вяжется вот этот патч именно с вратарями не знаю новички пятого сезона или под серия выдуманная мной все игроки которые играли игроки которые играли во всех сезонах пяти смотрелось бы как-то гораздо более так к месту так вот посмотрели на карточку поехали дальше дальше у нас пойдет автограф автограф игрока амура алексея косаурова кираж карты 50 экземпляров как и всех автографов сбоку внизу вот этот напыление цветов клуба оно лакированное вообще отлично карточки смотрятся как-то попытались вписать наклейку в дизайн тоже плюс так следующая карточка так их айл без границ тяни айл свара динамо москва тоже очень симпатичная подсерия в прошлом году очень мне понравились карты кхал без границ это я считаю вообще лучший дизайн был компания сериал но здесь пожалуй проигрывает конечно карта по дизайну но смотрится внушительней толстая двухслойного картона оборот покажу в общем коллекция шаг вперед сделала следующая карта это у нас джерси атрибуты игры виктора тихонова ска отличная трехцветная джерси красный белый и синий цвета это кусок звезды наверно могу ошибаться возможно на номер не похоже будем считать что кусок звезды тираж карт этой подсерии 199 экземпляров посмотрим переливается круг надпись атрибуты игры так оборотная сторона вы стали обладателем карточки с фрагментом оригинальной игровой формы виктора тихонова автограф тренера не в каждом блоге попадается будем считать что нам повезут это анатолий емелин тренер в этом сезоне новокузнецкого металлурга в следующем сезоне автомобилиста из екатеринбурга тираж 50 экземпляров как и у всех автографов дизайн достаточно простой но симпатичный я скажу что вот единственная моя придирка в то что в большинстве карточек логотип сериал он все таки идет стеснением здесь он просто напечатанный здесь краткие сведения идут о тренере задняя сторона симпатичнее смотрится чем передняя честно скажу по дизайну если оценивать так дальше идет новичок это у нас Евгений Мозор неплохая карточка по дизайну тоже единственный шрифт очень простой можно было что-то оригинальное придумать тоже уходящее вдаль если бы было имя и фамилия то считаю было бы симпатичней но неплохая карточка вполне на уровне какой-нибудь американской серии 1 к примеру опять же толстые все карточки за исключением автографов финальной серии дальше у нас карточка матча звезд серебряная версия Дмитрика Горлицкий со швом одноцветное джерси джерси очень красивые все но большинство попадаются одноцветные но не так их много это тоже радует дизайн очень неплохой эти лучи переливаются и на обратной стороне написано что это оригинальная игровая форма также с матча звезд который прошел в Челябинске 13 января 2013 года дальше у нас под серией ключевые игроки это у нас Йонас Энглунг Сибирь тираж таких карт 150 экземпляров серебряная версия автограф выгравирован вот так вот его лучше видно очень хорошо в руках карты смотрятся гораздо лучше чем на сканах покрытие у них отличается у этих карт от всех остальных я бы не сказал что оно барахатное как писали в релизе но очень приятно дизайн симпатичный с обратной стороны можно было что-то поинтереснее сделать я считаю но за переднюю сторону готов простить еще одна карточка вратаря это Георгий Гелашвили Металлург Магнитогорск карточки которые про которые я рассказал я буду быстрее проходить Якуб Крейчик это у нас словом Братислава не подписаны команды с передней стороны поэтому некоторых игроков можно попутать автограф Даниза Зарипова из Акбарса отличный игрок отличный автограф еще еще одна карточка ключевых игроков это у нас Алексей Волков Динамо Москва КХЛ Без Границ КХЛ Без Границ КХЛ Без Границ это Ери Карри Лахти из Минского Динамо Матч звезд золотая версия 199 экземпляров Василий Кошечкин трехцветный кусок не двухцветный извиняюсь все таки внизу тоже белый в том числе неплохие куски еще одна карточка матча звезд но в сей раз двухцветная серебряная версия это Александр Бережогин из Авангарда еще одна карточка ключевые игроки Илья Ежов сказан Петербург немного ускоримся Микаэль Телквист Врата Ригина Рига КХЛ Без Границ Ян Вял Ялов Сара не могу выговаривать фамилию замечательного игрока этого прошу меня простить поклонников Динамо Так Алексей Кручинин локомотив новички Джерси атрибуты игры СКА тут видно сразу и значок локаута кто бы это мог быть это Владимир Тарасенко синий цвет сбоку выглядывает ну будем считать что двухцветная Джерси это у нас Ариаханин еще один вратарь автограф Алексей Калюжный локомотив еще один отличный игрок размашистый автограф всю наклейку занимает и все вошло несмотря на это карточка Алексея Морозова ключевые игроки и последняя карточка это новички Кирилл Дьяков и игрок Антаменсиск так еще несколько подсерий которые попадаются в блоках но которые к сожалению в этом блоке не попались так ну отличный блок несмотря ни на что я считаю так золотая версия ключевых игроков во-первых все тиснения идут золотые гравировка тоже на золотой железячке и еще одно отличие это если в серебряной версии эта железячка утоплена в карточку то здесь она наклеена сверху вот видно надеюсь не очень наверное вот ну и сама форма немного другая железячки кираж естественно меньше это я думаю все знают так буквы еще попадаются мне повезло с пяти открытых блоков попало две буквы извиняюсь слева у нас буква матча всех звезд Алексея Морозова и справа буква георгия георгий футц футц В финальной серии матча звезд небольшие, делали буквы, видимо, специально, чтобы вошли на карточки, но смотрятся они очень неплохо. Буква матча звезд мне по дизайну очень нравится, обороты, оборот в финальной серии, в общем-то, такой же, как у Джерсиек из прошлого выпуска, но в матча звезд, обороты, ничего оригинального нет, карточки отличные сами по себе. Так, и карточки финальной серии, это автограф Дениса Кокарева, тираж 50 экземпляров. Есть еще автограф из Джерси, такая тоже попалась, это Константин Волков, также Динамо. Вот такую коллекцию нам приготовила компания Сериал. Через несколько минут начнем брейк по этой коллекции. Ну, спасибо, до свидания, до скорых встреч.